Не вздумай совершать эту ошибку, если ты реально хочешь заработать в криптовалюте. В этом видео я расскажу о 5 главных ошибках в крипте. Как их избежать и не потерять, а точно заработать в 2024 году. Это видео будет как инструкция по ошибкам в крипте, которая поможет как новичкам, так и опытным пользователям. Вы находитесь на канале FoundNation. Погнали! Первая ошибка. Не покупай щиткоины. Щиткоин это крипта, которая не имеет фундаментальной ценности и полезности. Как правило, это очень волатильные говнокойны, запущенные умельцами для баблосбора и быстрого выхода с рынка. На подобные активы ты можешь наткнуться случайно или по совету какого-нибудь криптоэнтузиаста. Я бы в целом не рекомендовал лезть в эту нишу, так как там легче потерять свои кровные, чем их заработать. Да, было много историй лайфченджа на пепе, догикойны и подобных щитках. Но все эти хорошие истории на самом деле только вершина айсберга, так как много людей также потеряли на этих монетах, если на них кто-то заработал. Чаще всего, если ты новичок, то скорее всего ты не зайдешь в щиткоин по хорошей цене и просто на тебе заработает кто-то другой. Поэтому не лезь сразу в щиткоины, а если и лезешь, то выделяй незначительную часть со своего депозита, которую будешь готов потерять. Не верь тем, кто обещает тебе горы богатства за инвестицию в щитки. Помни, что крипта это нелегко и не быстро, а все, кто говорит обратное, либо хотят на тебя нажиться, либо жертвы случайности. Ведь, как говорил мудрец, в крипте выигрывает тот, кто работает в долгосрок. Вторая ошибка. Не распыляйся на второстепенные активности. В наше время на рынке уже триллионы криптостартапов, которые пилят однообразную чепуху и собирают дурачков с уемой свободного времени делать тонну бесполезных активностей. Среди всего этого шлака тебе нужно научиться находить настоящие гемы. Проекты, чья деятельность нашла хорошие инвестиции, делающие перспективный продукт, у которого реально будет применение. На первых порах новичку будет сложно определиться, какой нишей в крипте ему лучше будет заниматься. Я рекомендую тебе не распыляться на все активности и проекты, а сконцентрироваться на нескольких или даже на одной сфере и развиваться в ней. К примеру, если это амбассадорские программы, то делать амбассадорки в нескольких интересных проектах. Если это ретродропы, так же выбирать только самые перспективные. Осознай, в крипте время это такое же вложение, как и деньги. Если ты будешь тратить свое время на бесполезный актив, это тебе ничего не принесет. Но отсюда возникает вопрос, а как найти те самые перспективные активности и проекты? Ведь среди всего инфошума в Телеграме, Твиттере и Дискорде очень сложно определиться, что стоит делать, а что нет. Я рекомендую тебе фильтровать все активности по следующему принципу. Выбирая проект, стоит смотреть на его инвестиции, от каких фондов они сделаны и на какие суммы. Какие инфлюенсеры стоят за этим проектом, какие задачи решают проект и сможет ли его идея найти реальное применение. Без опыта в крипте и должной насмотренности, конечно, сложно будет отличать черное от белого. Поэтому, как вариант, ты можешь зайти и подписаться на мой Телеграм-канал, где ресерч всех крутых проектов и активностей я делаю за тебя с пошаговыми гайдами. Это бесплатный ресурс, где я ежедневно публикую интересные активности в мире крипты. Уверен, что он тебе поможет. Запомни также, что помимо того, что ты должен найти интересный проект, ты сам должен быть ему максимально полезен. Главное правило контрибюта гласит, чем больше ты полезен проекту, тем больше у тебя шансов получить от него ревард. Поэтому работай на максимум в проектах и сферах, которые ты выберешь. И тогда тебя точно будет ждать удача. Третья ошибка. Не лезь без знаний в трейдинг. Трейдинг – это одна из самых сложных сфер в крипте. И без должного уровня знаний и подготовки пробовать трейдить, тем более с кредитными плечами, не самая лучшая идея. Что пожелаете новичкам, которые приходят в рынок? Новичкам, чтобы не лезли во фьючерсы. Это основной мой совет, который... Данная сфера действительно требует много подготовки и знаний. Но если ты все же решил заняться трейдингом, то рекомендую запомнить следующие правила. Первое. Соблюдай риск-менеджмент. Второе. Научись сначала думать, а потом делать. Третье. Имей крупный депозит. Да, без крупного депа в трейдинге ты ничего не заработаешь. И четвертое. Не спеши продавать и покупать. Запомни, убыток появляется только тогда, когда ты фиксируешь. Много случаев, когда актив возвращает цену. Ведь рынок крипты очень волатилен. Ты банально можешь купить актив по завышенной цене из-за своей неопытности. Но, как говорится... Закупился на хаях, прокачался на... Четвертая ошибка. Не доверяй всему подряд. Из четвертой ошибки, по сути, вытекает вторая ошибка. Ты тратишь время на второстепенные активности из-за того, что ты доверяешь ненадежным источникам информации. Я, конечно, мог бы опять сказать про свой телеграмм. Но здесь я скажу о том, что крипта это очень суровая штука. В крипте нет друзей. И даже человек, с которым ты бок о бок выполняешь криптоактивности, может в любой момент тебя подвести. Поэтому тщательно проверяй любую информацию. Да, даже ту, которую я сейчас тебе говорю. И ни в коем случае не отдавай деньги людям, которых ты не знаешь лично. Ставь под недоверие в целом любую информацию, которую ты находишь в интернете. И старайся досконально убедиться в ее корректности или некорректности перед окончательным решением. Не отвечай на сообщения незнакомцам. И не верь в аирдропы и быстрый заработок, о котором тебе пишут с камеры в Дискорде или Телеграме. Ну и, конечно же, не переходи по вредоносным ссылкам. Да в целом по любым ссылкам, в которых ты не уверен. Здесь, вследствие четвертой ошибки, как раз и возникает пятая ошибка. Не пренебрегай безопасностью. В наше время в крипте, да и в целом в интернете, очень много нехороших людей, которые пытаются украсть твои деньги, время и личную информацию различными путями. Здесь я выделю несколько советов по безопасности в крипте, которым нужно следовать. Первое. Не подключай свой кошелек к сторонним сайтам и всегда следи за тем, что ты подписываешь. Я сам неоднократно сталкивался с фишинговыми сайтами, которые парсят твой кошелек и угоняют все средства. В идеале не храни на кошельке, с которого делаешь активности и подключаешься к диапкам много средств. Так как даже проверенные временем ресурсы могут взломать и украсть твою крипту. Вспомнить даже недавний случай, когда взломали галкса. Второе правило. Записывай сетфразы в отдельный блокнот. При создании кошелька тебе высвечивается его сетфраза или приватный ключ, с помощью которого ты можешь в нем авторизоваться. Думаю, не стоит объяснять, что если эти данные попадут кому-то другому, то этот другой сможет авторизоваться в твоем кошельке. Часто неопытные пользователи не заморачиваются по поводу безопасности данных кошеля и просто сохраняют их у себя на компе в документе или фотографируют на телефон. И не говори мне, что ты так не делал. А есть и те, кто их вообще не сохраняют. Все эти данные, которые хранятся на электронных устройствах, могут быть украдены. Банально ты запустишь какой-нибудь левый экзешник, с которого потом у тебя с компа угонят все приватники кошельков. Поэтому при создании новых кошельков держи при себе бумажный блокнот, куда и записывай все свои ключи доступа и сидфразы. Это тебя точно обезопасит от угона кошелька. Третий совет. Не авторизовывайся под своими аккаунтами на левых ресурсах. Часто сторонние ресурсы просят авторизоваться на них через Дискорд, Телеграм, Твиттер или аккаунт Гугл. Если этот ресурс ненадежен, злоумышленники могут завладеть твоим аккаунтом и воспользоваться им своих целях. К примеру, ты долго амбассадорил проект, выбивал роли в Дискорде, а потом просто по неосторожности перешел на левый сайт и подключил к нему свой аккаунт. Твой Дискорд украли, и ты потерял свою роль. В итоге последний год работал зря на тот или иной проект. Поэтому ни в коем случае не подключай основные аккаунты к ненадежным ресурсам. А также поставь на все аккаунты двухфакторную аутентификацию, чтобы себя обезопасить. Четвертый совет. Не храни яйца в одной корзине. Диверсификация. Это распределение капитала между различными группами активов с целью минимизации рисков. Никогда не храни все деньги на одной бирже, на одном кошельке или в одном активе. Диверсифицируй не только средства, но и свое время и свои активности. Делай разные проекты, будь то амбассадорские программы, тестнеты или ретродропы. В крипте царит рандом, и никогда с точностью ты не сможешь быть уверен в исходе того или иного события. Твоя задача здесь – увеличивать шанс получения реварда и минимизировать риск получения убытка. И диверсификация тебе в этом отлично поможет. Диверсифицируй свое время и не уделяй его только крипте. В целом в жизни занимайся несколькими нишами, которые могут быть тебе интересны и полезны, так как тебе, я надеюсь, было полезно это видео. Подпишись на мой канал и поставь лайк, если эта информация была для тебя актуальна. А ты был на канале FoundNation. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok